Приветствую вас. Существует на самом деле несколько вариантов решения вашей проблемы. Один вариант достаточно быстрый, но скорее всего не совсем качественный, там еще проблема за нас в себе не уйдет. И другой вариант такой более длительный, где одного-двух-трех сеансов, к сожалению, мало. И когда я читал про то, что вы только на двух-трех сеансах останавливались, если честно, у меня есть некоторые сомнения относительно того, насколько вы действительно хотите своей проблемой заниматься, там уже два-три сеанса у психолога, это достаточно мало. Быстрое решение проблемы связано с НЛП. То есть НЛП поможет вам профессионально избавиться от страха перед выступлением. Вот. Именно НЛП. Но, в принципе, в принципе, глубинная проработка проблемы именно такой, как страх показать, страх что-то сказать, простите, страх оценки себя другими людьми, вот, и стыд за то, что вы говорите, а также за бред на то, чтобы говорить. Все это прорабатывается, к сожалению, гораздо дольше по времени. Вот. Такая вот история. Вот, собственно, и все, что можно сказать. Также я увидел в вашем тексте некую фиксацию на этой проблеме, то есть вы фиксируетесь на ощущениях, вы фиксируетесь на физических, физических больше ощущениях. Но важнее не физические ощущения, а важнее как раз-таки то, чего конкретно вы боитесь, то есть перевод нерациональных мыслей, нерациональной паники в эорациональный. И я могу здесь только порекомендовать вам прислушиваться к себе, да, и смотреть, к чему именно восходит ваша паника. Ибо в эорациональный это тоже страх, страх того, что вам придется что-то говорить. Страх, что бы сказать, страх оценки. Вот. Дальше. Довольно успешен в решении данных проблематических метод парадоксальной интенсии. И о Франко, когда человек начинает, как бы, самостоятельно генерировать у себя вот это состояние, состояние паники, да, то есть вы его, грубо говоря, не ждете, да, это состояние, а вы его сами начинаете генерировать. Ну вот. Это тоже, тоже довольно хорошо работающее средство и, как бы, ну, реально помогающее людям. Вот. Ну, правда, опять же, опять же, требуется, ну, ваше желание работать именно. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать, да, то есть есть некие функциональные вещи, вообще есть некий функциональный момент, который, ну, как-то своего рода комплекс, да, вот, который можно решить через, например, NLP, ну, можно, в принципе, решить и не через NLP, да, вот, ну, просто, может быть, по времени это будет немножко дольше, вот. А, ну, зависит от вас, от сопротивления вашего это зависит. А вот, на мой взгляд, на мой взгляд, по моему мнению, вам, вот, ваше состояние, оно чем-то выгодно. То есть вы, благодаря этому своему состоянию, ну, позволяете себе некоторые вещи, которые не позволили бы тебе никогда. Вот. Я, наверное, скорее всего, вы с этим не согласитесь, но вторичный выгода от вашего состояния у вас есть, потому что я к другому психологу вы обращались, а, и два-три сеанса я, как я и сказал, это очень мало. Вот. То есть фактически у меня появилось ощущение, что вы, ну, просто формально, просто формально этим занимались, вот. Такая вот история, я вас ничем не обвиняю, поймите правильно, я вас ничем не обвиняю, ни в коем случае, не хочу, чтобы вы думали, что я вас осуждаю, нет. Я просто говорю, говорю о тех моментах, которые могут играть в роли. Вот. Такая вот история. Обязательно детско-родительские отношения нужно прорабатывать вам. Следующий важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в следующем. Значит, вы переживаете, когда выступаете публично. Вот. Вас это напрягает, вы боитесь, не можете ничего сказать и так далее, панический страх. Вот. Вы знаете, есть один такой, на мой взгляд, достаточно, ну, достаточно хитрый момент, который я хотел бы вам, ну, до вас донести. Вот. Момент заключается в том, что вы, на мой взгляд, не слишком сильно заинтересованы в том, что делаете. Либо для вас очень важно выступать. То есть, от этого зависит, ни много ни мало, то, чтобы быть о себе, например, думать. То есть, с одной стороны, отсутствие такой вот психологической нормы значимости того, что вы делаете. Вот. И либо перекос в сторону того, что для вас вообще ничего не значит, ну, это не правило, да? Либо перекос в сторону того, что это значит очень много, вот очень много это значит. И ничего хорошего в этом нет. То есть, где-то, где-то надо быть где-то значимость снизить, а где-то, наоборот, значимость добавить. Потому что, ну, как правило, вот сферу, сферу, знаете, речь идет про сферу относимости, безусловно. Ну, вот. Потому что у меня складывается ощущение, что вам важно вот именно просто сказать, да? Вот. Ну, плюс проблемы с самооценкой, безусловно, и зависимость от мнений других людей, ну, на мой взгляд, это все предельно очевидно. Вот. Я надеюсь, что, ну, это и так понятно, что важно для вас вот мнение других людей и то, что вы вот склонны, ну, вот к самокатанию, там, к такой мнительности и прочее. Вот. Вы говорите, что любите сцену, вот, что, ну, вот, что вам все нравится. Я не берусь в результат наверняка, но предполагаю, что в сцене вы видите для себя возможность компенсировать и доказать свои недостатки, ну, докомпенсировать, да, недостатки и доказать их отсутствие. Вот. То есть, если у меня проблемы с заиканием, то я, ну, если у меня есть заикание, да, то я мечтаю о календарских выступлениях, о сцене, чтобы вот всем демонстрировать, что у меня все в порядке. То есть, это вот такая вот компенсация. Чего в том, что, да, в сцене ничего плохого нет, но вам нужно хотеть что-то сказать. Знаете? Опять же, если бы вам хотелось что-то сказать, если бы вам было что сказать, если бы вас интересовало вот сам, ну, сам процесс роли, да, ну, отыгрывание роли, вот, то, ну, согласитесь, вам было бы все равно на то, кто что о вас думает, там, и так далее, вот. Конечно, можно говорить, например, о таких вещах, можно говорить о таких вещах, как, например, влияние, ну, на вас прошлое. То есть, я, конечно, не знаю, но, может быть, может быть, может быть, вас в прошлом что-то напугало, может быть, вы просто имели какой-то негативный опыт, связанный с, вот, как раз, как раз с речью и так далее, это созрекание, как правило, это, как правило, это от страха, да, как правило, вот. И это спазм, это напряжение, и, соответственно, может быть, все дело в этом, вот. Хотя, понятное дело, что я, ну, не уверен, безусловно, да, но, бывает, бывает и такая вот история, мне очень приятно, вот. Поэтому, на это тоже обратить свое внимание. Это важно. Вот. Ну, в принципе, такой вот обзорный ответ я могу вам дать, да, просто вот. концентрироваться не на том, что, вот, не думать о чем-то, да, а на важности того, что вы хотите сказать. Можно поиграть немножко с визуализацией, если хотите. То есть, вот, приготовьте речь, начните что-то говорить. Ну, что-то, вот, приготовьте речь, да, и начинаете говорить. И, представляете себе, что, а, люди, значит, ну, там, собирается потихонечку спрывать один человек, потом два человека, три человека и так далее. Вот, вот, отследите, в каком моменте у вас появляется страх. То есть, вот, один человек, ваш друг, он вас не пугает, допустим, если вас слышит один человек, ваш друг. Два человека, вас, два человека, друзей не пугают, пять человек, друзей не пугают, да, там, а родные, то есть, вот, представляете себе родные, да, там, так далее. И вот, постепенно, постепенно, представляете себе больше и больше людей, пока не почувствуете страх. То есть, вот, когда страх начнет, там, о себе давать знать, допустим. Вот. Когда страх о себе дает знать, вот, это значит, оно самое, вот, начинаете рассматривать этих людей, что они для вас, значит, почему они вас пугают. То есть, условно говоря, если вас не пугают друзья, то есть, вот, если бы друзья присутствовали на вашем публичном выступлении, вы бы не пугались, к примеру. Вот. А если родственники не пугались. А вот, если незнакомые люди, то всё, вы пугаетесь, вы боитесь. Вот. Значит, незнакомые люди играют какую-то роль, какую роль. Ну вот. Бывает по-другому. Бывает, что вы не боитесь, например, перед кем угодно ответить сколько времени, но боитесь, там, допустим, высказать какую-то мысль. То есть, важно более примерно понять, что вас тревожит, что вызывает страх. Вот. Это важно. Всё это важно. И когда вы будете иметь больше информации о том, с чего конкретно вы боитесь, а не просто вот панический страх выступления, тогда уже можно будет говорить и о проблемах, которые не связаны непосредственно с выступлением, а связаны с вашими механизмами защиты. Да, работающих, работающих хаотично, да, работающими вам нужно понять, от чего вы защищаетесь. Нужно увидеть это. И научиться защищаться по-другому. И тогда необходимости в том, чтобы бояться у вас просто-напросто не будет. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация будет разрешена. Удачи. 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 Удачи.